Добрый день! С вами Екатерина Губенко, в эфире InstaLive для абитуриентов, где мы общаемся с представителями институтов и задаем интересующие вас вопросы. Сегодня у нас в гостях Карина Рашидовна Набиулина, доцент, кандидат экономических наук, директор Института дизайна и пространственных искусств КФУ. Здравствуйте! Степан Викторович Новиков, доцент, кандидат архитектуры, заместитель директора по развитию. Здравствуйте! Эльза Ильдаровна Баширова, старший преподаватель кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, директор школы искусств КФУ. Здравствуйте! Здравствуйте! А я напоминаю, дорогие абитуриенты, что вы можете задавать свои вопросы в нашем официальном инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Ну что ж, перед тем, как перейти к вопросам, давайте обсудим, проговорим пару слов о вашем институте, поэтому передаю вам слово. Здравствуйте, уважаемые студенты, родители, абитуриенты. Наш институт новый, наш институт – институт дизайна и пространственных искусств КФУ. Мы вас всех очень ждем в наших стенах, и сегодня, наверное, вам расскажем про наше направление. Наше направление связано с дизайном, с архитектурой. У нас есть абсолютно новые направления, которых, в принципе, вообще даже нет в России – это моушн-дизайн. Ну и, наверное, перейдем к вопросам сразу, если у абитуриентов есть вопросы. В принципе, информации мы так или иначе вам периодически выдаем в инстаграм. Сейчас у нас появились еще соцсети ВКонтакте, в Телеграме, так что туда тоже подключайтесь, чтобы не теряться. Спасибо большое, Степан Викторович. Предлагаю приступить к вопросам. И первый вопрос – есть ли в вашем институте бюджетные места? Конечно, в нашем институте есть бюджетные места. Их довольно-таки много. На следующий год у нас, по-моему, 115 бюджетных мест. Плюс еще 10. То есть у нас больше 120 бюджетных мест в этом году. Это больше, чем было в прошлый раз. Это дополнительная возможность для самых талантливых ребят. Но я скажу сразу – очень большой конкурс. Мы в том году уже поняли, что у нас средний балл – это 87,5 к поступлению. Это один из самых высоких по творческим специальностям России к поступлению. У нас 47 золотых медалистов и 9 100 бальников поступили на первый курс из 250 человек. Мы считаем, что, конечно, это очень высокое качество абитуриентов. Где-то, получается, у нас конкурс был 6 человек на место, наверное. Примерно 6 человек на место у нас было. Спасибо. Такой вопрос – когда начинается прием? И есть ли отличие приемной кампании этого года от предыдущей? В этом году принципиальных изменений нет. Ребята могут регистрироваться в личном кабинете на сайте Казанского федерального университета. Здесь они могут подавать свои заявления онлайн, офлайн формат. Он наиболее комфортен, могут приходить лично. И я думаю, что как только у них будут на руках результаты единого государственного экзамена, я думаю, что вот в этот момент и начнется уже соревнование за поступление. Но я хотела бы отметить очень важный блок, связанный с творческим вступительным экзаменом, с рисунком. Может быть, даже вот Эльзельдар лучше по нему расскажет, потому что для нас, как представителей творческих профессий, конечно, это самый важнейший этап их поступления. Да, спасибо большое. Хотелось бы действительно уделить большое внимание нашему внутреннему творческому экзамену, потому что так как у нас все направления творческие, конечно, ЕГЭ недостаточно для того, чтобы определить уровень абитуриента, хотя ЕГЭ у нас достаточно высокий у всех поступающих. Творческий экзамен наш – это экзамен по рисунку, так как мы убеждены в том, что дизайн – это отчасти инженерная специальность, и поэтому специальный, линейно-конструктивный, или инженерный, как его называют, или архитектурный иногда его называют, рисунок – это то, что мы ждем от наших абитуриентов, чтобы уже с первого курса мы могли решать с ними интересные творческие задачи, не тратя дополнительно время на подтягивание каких-то отдельных аспектов в технике. Архитектурный рисунок – это такой рисунок, который позволяет выявить форму, принцип построения того или иного предмета, то есть это и анализ формы, и ее воплощение на бумаге. И поэтому от наших абитуриентов на экзамене мы ждем хороший, качественный, линейно-конструктивный рисунок и в сопровождении условного тона, то есть прозрачного тона, прозрачной штриховки, чтобы еще больше подчеркнуть объемность, форму предметов, чтобы продемонстрировать свое пространственное мышление, свое видение окружающего мира, которое свойственно именно людям творческих специальностей, таких как дизайн, архитектура и все с этим связанное. Это вот то, что касается творческого экзамена. И сразу давайте в связке с этим я также скажу пару слов о том, как готовиться к этому экзамену, потому что не секрет, что большинство наших абитуриентов – это выпускники художественных школ, студий, часто это выпускники колледжей соответствующих, но тем не менее, ну, так же к нам поступают и люди, не имеющие какой-то, ну, вот какого-то документа, да, какой-то корочки, но имеющие соответствующие навыки, то есть это не является препятствием, вот, но тем не менее, чтобы понимать, что вас ждет на экзамене, мы рекомендуем всем посещать подготовительные курсы. Для чего они призваны? Они призваны именно на уже какую-то имеющуюся базу в данном случае дать дополнительные навыки, которые именно проверяются на экзамене. И у нас программы курсов разрабатывают преподаватели, которые сами являются, ну, условно, такими методистами, да, у нас, которые сами участвуют в приемной комиссии и оценивают потом эти работы, то есть у нас вот эта взаимосвязь курсов и экзаменов, она вот напрямую простраивается, и для нынешних вот наших абитуриентов у нас уже идут курсы, но для тех, кто еще пока не успел к ним присоединиться, мы можем предложить каникулярные курсы. Это очень интенсивная программа, которая пройдет в дни весенних каникул, то есть это целые недели, семь дней подряд, по шесть академических часов в день. Это достаточно интенсивный курс, для иногородних это удобно, это удобно для тех, у кого не было возможности посещать длительные, продолжительные курсы. Это возможность познакомиться с той техникой, которая требуется на экзамене, чтобы уже прийти на экзамен, понимая, что делать. Также перед самими экзаменами летом в июле мы предлагаем также интенсивный курс, который будет длится три недели. И опять-таки это предложение, оно актуально для тех, кто приезжает из других городов для поступления, для тех, кто получил уже навыки где-то в других школах, в других студиях, да, и просто хочет уже закрепить результат, не растерять навык, да, вот за время летних таких каникул. Вот. И, конечно, чтобы понять, какая техника и какая методика их ждет во время экзамена. Это, ну, бывает абсолютно не лишним, позволяет чувствовать себя более уверенно на экзамене, что очень важно. Эль Зельдарна, единственное, я вот только немножко уточню слова Эль Зельдарны, потому что те люди, кто преподает у нас на курсах, это не те люди физически, которые принимают этот экзамен, да, это значит, что эти люди участвуют вместе в составе команды, в разработке методики, что они методологи. Да, методисты. То есть, что я к тому, что это, ну, прозрачный процесс, это разные люди, но методология, она единая, и, конечно, мы готовим под себя ребят, под те знания, которые мы потом видим, что у них разовьются в ходе обучения уже на программах высшего образования. Ну, и хотелось бы еще отметить, что есть несколько различных школ и курсов КФУ, и наши курсы, они непосредственно к институту дизайна и пространственных искусств закреплены. Чтобы ребята не ошиблись, на этот момент делаю упор. Именно подготовительный курс, именно в ЭДП. Такой вопрос от абитуриента. Творческий экзамен проходит в один или два этапа, и можете ли вы подробнее рассказать о этих этапах? Творческий экзамен проходит в один этап, это один экзамен, но из-за большого числа абитуриентов он может проходить в несколько дней, но это один и тот же экзамен. Также для иногородних предусмотрена возможность проходить экзамен онлайн. Ну, и бывает еще резервный день, как на всех экзаменах, да, если в случае болезни, либо в случае какой-то чрезвычайной ситуации, есть еще резервный день, когда студент может доздать. Но это должна быть уважительной причиной. И на это не нужно ориентироваться. Также про сам экзамен, он представляет собой натурный рисунок постановки из геометрических тел и бытовых предметов. Во все время экзаменов эта постановка доступна для обозрения абитуриентов, и они на своих листах ее изображают в линейно-конструктивном построении и с использованием прозрачного тона, который не препятствует восприятию самих линий, которые характеризуют форму объектов, но при этом подчеркивают светотени, подчеркивают объемность этих предметов. Спасибо. Еще очень важно то, что у нас были некоторые изменения законодательства, и в этом году у нас ступительные экзамены несколько отличаются от ступительных экзаменов того года. Именно их перечень меняется. Обязательным является сдача русского языка на все направления подготовки, на все программы. Обязательно вот этот творческий экзамен, рисунок, который я здесь давно сказала, и можно выбрать один из трех экзаменов. Это общество знания, либо это иностранный язык, либо это история. Верно, коллеги? Еще хотел бы отметить, возможно, у нас, конечно, смотрят потенциальные бакалавры, но в записи, я думаю, многие просмотрят, у нас еще действует магистратура по двум направлениям. Одно направление у нас звучит как дизайн и пространственное искусство, то есть туда будет входить исследовательская работа, итогом будет, в сфере дизайна, архитектуры и так далее. И второе направление по магистратуре, это у нас образование в сфере архитектуры и дизайна. То есть это направление новое, и оно для нас очень важно, так как мы, ну, по факту приглашаем абитуриентов к нам стать будущим нашей командой. То есть мы будем разрабатывать такие исследовательские, научные, методические работы, которые станут потом основой для нашей вот этой новой методики образования. И, следовательно, это будущие наши коллеги, именно преподавательский состав наш будущий мы вот так планируем. И здесь, конечно, отличаются у нас и вступительные экзамены, да? Да, да, да. У нас рисунок, рисунок, русский язык, ЕГЭ на магистратуре нет. У нас идет портфолио, собеседование. Непосредственно уже вот с абитуриентом мы будем так лично общаться, смотреть, что он из себя представляет, рассказывать про себя и как мы его сможем внедрить в наш такой, наш образовательный процесс. На самом деле очень интересно. Актуальный вопрос. Проходят ли студенты летнюю практику? Если да, то где? Летнюю практику студенты проходят обязательно. У нас уже запланировано на это лето ряд поездок для самых выдающихся студентов. По успеваемости, по активности мы будем вывозить студентов в ряд российских городов. То есть это Москва, Санкт-Петербург, Саратов у нас запланирован, Калининград, Екатеринбург вроде бы был у нас в списке. То есть мы предоставляем возможность проходить практику в архитектурных, дизайнерских бюро в России, но в том числе и в Казани. Ряд ребят будет проходить практику непосредственно у нас в институте, в наших лабораториях, под нашим руководством. Есть для некоторых ребят практика уже началась, она распределена в течение года, и в первом семестре они уже имели возможность стажироваться, выезжать, знакомиться. У них первый курс, у нас это молодой институт, поэтому у них практика учебно-ознакомительная, то есть заключалась в том, чтобы познакомиться с деятельностью бюро, потому что еще недостаточно все-таки навыков, чтобы стать частью и уже быть в команде, в проекте. Светланович, по-моему, вы как раз сами ведь ездили в некоторые бюро, да? Вы были в Санкт-Петербурге или в Москве, я бы сказал. Да, мы с ребятами уже выезжали в рамках творческой практики в Санкт-Петербург. Мы еще такое новое направление открыли и поддерживаем, как дизайн-ретрит называется. То есть это мы создаем для ребят, в том числе для себя, такие нестандартные условия. Выезжаем на природу, либо в другие города, либо приходим в другие пространства и начинаем там что-то придумывать, создавать, проектировать на заданную тему. Также у нас такие ретриты проходят с абитуриентами, в частности, с ребятами, которые ходят на курсы, которые приезжали к нам на Олимпиаду. То есть такой тоже нестандартный формат мы вводим для абитуриентов и для студентов, и для нас. Да, то есть в рамках учебных занятий, в рамках той же практики ее можно проводить в разных формах. Одно дело, когда ты сидишь за партой, проводишь какое-то время. Другое дело, когда ты осваиваешь те же компетенции, те же знания, которые тебе положено освоить, но в разных форматах, в том числе дизайнер-ретрита, выездов в архитектурные, дизайнерские, творческие бюро других городов. И мы считаем, что так закрепляются знания. И сейчас как раз у нас уже в первом семестре был такой опыт, очень положительные отклики были. И вот буквально в ближайшее время, в апреле, у нас еще планируется поездка на Северный Кавказ. То есть это такое общероссийское мероприятие, там будет воркшоп. То есть это такая творческая мастерская по созданию новых проектов, проектов, предложений, концепций на заданные территории, которые нам там дадут, вот выезжаем, преподавателями и студентами. Для студентов это бесплатно. Это входит в стоимость их образовательной программы. Ну, конечно, чтобы быть вот среди небольших ограниченных групп, ведь мы несем ответственность за наших ребят. То есть мы берем ограниченные группы с преподавателями для выездов. Ребята проходят некий такой конкурс уже. Мы смотрим на лучшие работы по результатам сплошного проектирования. Мы смотрим по их общей успеваемости и активности. И когда некоторые наши события мы приглашаем ребят, мы просим от них мотивационное письмо. Что же даст им это в творческой профессии, если они посетят ту или иную стажировку, ведь мы ее берем в себе дополнительную нагрузку. Такой формат не совсем предусмотрен государственным стандартом. Он допустим, но расходы по нему берет на себя институт, чтобы обеспечить высокое качество и интересы наших ребят. А можно ли поступить к вам без среднего художественного образования? Ну, в принципе, конечно, можно. Но, конечно, это будет сложнее. То есть хотя бы курсы месячные, например, курсы нужно пройти, потому что иначе студент может даже не понять, что от него требуется на экзамене по рисунку. То есть это линейно-конструктивный пространственный рисунок. То есть из геометрических фигур. В том году, я помню, у нас приходили ребята, которые явно рисовали что-то не то, что перед ними стоит. Я говорю, какие-то курсы, школы вы заканчивали. Я только прошел занятие на ютубе по рисунку. Ну, как бы видно, когда нет какого-то базового образования. И сколько мы не требовали, не подсказывали точнее даже, да, линейно-конструктивный рисунок. Все линии должны быть на просвет, прозрачные, да, то есть форма должна быть. Не всегда это понимали. Конечно, это желательно, но не обязательно. Есть такие ребята, которые у нас уже сейчас учатся, которые не имели базовой подготовки, а вот просто любители и так далее. Курсы, которые, может быть, какие-то буквально на ютубе, может, прошли. Конечно, мы отсматриваем как раз. Экзамен по рисунку нам позволяет все-таки увидеть потенциал ребенка. То есть иногда может быть что-то оригинальное, что в том числе нас зацепит. И какой-то там минимальный проходной балл мы все равно дадим возможность получить. Если, конечно, ЕГЭ там достаточно будет. Такой вопрос поступил от абитуриента. Какие общие предметы не по специальности изучают студенты в вашем институте? Общие предметы? Да. Такие же, как у всех. Да, философия, история, английский. Татарский, по-моему. Да, немножко есть национальный компонент на некоторых программах подготовки. Но, конечно, у нас довольно много английского. Особенно, если мы говорим о программах дизайна, о коммуникативном дизайне. Здесь мы говорим, что у нас нет границ, и творческий человек работает вне их. В том числе и мы сами активно сотрудничаем с нашими коллегами из вузов Великобритании, из сейчас Голландии. И для нас очень важно, чтобы они были погружены в эту мировую культуру и находили общий язык. Возможно, это их работодатели за рубежом или партнеры. Поэтому много английского, есть общие дисциплины. Но, конечно, основной акцент мы делаем на профессиональных дисциплинах. Это и сами основы проектирования. Не важно, что это графические дизайны, архитектура. Это просто дизайн интерьера. Очень много проектирования. Очень много колористики, композиции, как таких базовых элементов. Что касается живописи рисунка, тоже есть такие дисциплины. И, конечно, изучение компьютерных программ. Потому что сейчас у нас новая лаборатория, в которой, ребята, будут иметь возможность уже в этом семестре заниматься. Вычислительный дизайн цифрового производства. Здесь мы говорим об изготовлении предметов, изучении промышленного и предметного дизайна. Здесь очень важно программирование. Параметрическую архитектуру предмета дизайна параметрические мы можем делать, чтобы не допускать ошибок человека, только с помощью компьютерных программ, проектирования роботов. Зидан, какие у нас программы, например, ребята изучают? Наши студенты изучают широкий спектр программ. И они специализируются в зависимости от их направления. Все, что связано с рядовым дизайном, дизайном интерьера, искусством архитектуры, это, прежде всего, чертежные программы. Это AutoCAD, ArchiCAD, Revit. Это программы для визуализации. 3D Max как ключевая программа. И обязательно наши ребята проходят плагины для визуализации. Такие как V-Ray, CoronaRender. То есть полный, в общем-то, цикл работы с объектами, с чертежами и визуализацией. Они имеют возможность пройти. Что касается графического дизайна, то здесь предусмотрено изучение пакета Adobe. Это Adobe Photoshop для растровой графики. Это иллюстратор для векторной графики. Очень важным для такого направления, как Motion Design, такого нового для нас направления, это программы по созданию анимации, такие как Adobe AutoEffect и другие. И уже на более старших курсах и в магистратуре ребята уже проходят более серьезные программы. Например, Grasshopper, который позволяет заниматься сложным параметрическим проектированием. Еще, если можно, тоже дополним. У нас, ребята не спрашивают, хотя должны были бы. У нас еще два новых направления. Это искусство архитектуры. Это очно-заочная форма. И хотелось бы для ребят рассказать, что для многих это могла бы быть интересная история. Так как, например, для выпускников колледжей, которые уже имеют базовое архитектурное либо дизайнерское образование и хотели бы повысить свои компетенции в области управления в сфере архитектуры, курирования проектов, да, девелоперских проектов. Это повысить свой плац знаний в области истории, теории архитектуры и именно проектной грамотности. То есть такая возможность появилась. И мне кажется, для ребят, кто имеет уже среднее профессиональное образование, это интересная могла бы быть тема. И еще одно направление у нас это дизайн интерьера, промышленный предметный дизайн. Тоже новые направления, которые связаны непосредственно созданием интерьерных пространств и насыщением этих пространств предметами, проектированием непосредственно предметов. Так что вот тоже, ребята, посмотрите и вот эти направления также. Ну я, конечно, больше люблю программы по дизайну, по коммуникативный дизайн. Тем более у нас их сегодня две. Одна на русском языке, другая на английском языке. И мы как раз говорим о том, что если мы говорим, что мир без границ для творческого человека, то он сразу погружается в специальную терминологию. У него практика все-таки в других компаниях. И преподаватели здесь в основном говорят на английском языке, уже сразу погружая вот в этот мир безграничных возможностей. Здесь мы говорим о графическом дизайне, о моушен-дизайне, который также серьезным компонентом идет. Конечно, проектирование предметно-пространственной среды у них включено. Здесь у нас очень серьезная подготовка по компьютерным программам. И элементы предметно-промышленный дизайна, основы проектирования, они тоже будут знать. Спецэффекты игры – это те элементы, которыми тоже ребята смогут научиться создавать эти продукты. На мой взгляд, что за 4 года, вот себестоимость программы очень высокая, но за 4 года у ребят очень широкий комплекс знаний, что дает им возможность трансформации, адаптации в мире. И максимальный поиск себя, конечно, в профессии творческой. Спасибо. Такой вопрос поступил буквально только что. Когда начинается прием документов? Это июнь? Да, как и, собственно, во всем университете. И еще один вопрос. Можно ли пройти практику в Европе? Конечно. Стажировки, практики. Ну, понятно, что мы не можем влиять на глобальную повестку мировую, но наши ребята, наши студенты, конечно, мы очень приветствуем и поддержим их. Если они хотят пройти стажировки в архитектурных бюро России, в хороших, известных, в дизайн-бюро, в компаниях, связанных, таких как Яндекс или Гугл, конечно же, все, что связано с графическим дизайном, это очень приветствуется. И в зарубежных компаниях мы дадим им либо небольшие каникулы без отчисления, пусть только они проходят стажировку, мы перезачтем их навыки совместно с куратором их стажировки. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это оформлялось через ВУЗ, и мы могли обеспечить безопасность ребят, чтобы ребята не отчислялись, уходили и возвращались, чтобы это была часть учебного процесса. Вообще это возможно, это индивидуальный план обучения, поэтому ребята не потеряют ни год обучения, а только приобретут дополнительные профессиональные навыки. Мы считаем, что у нас сами преподаватели в основном это практики в своей специальности, ну, помимо того, что они доктора, кандидаты в наук, но мы очень приветствуем максимально такие прикладные навыки. Спасибо. Но без основ ребятам никуда, поэтому первый-второй курс. Мы все-таки должны быть вместе, а не должны освоить АЗы. А вот 34-й курс, мне кажется, это прекрасное время как раз для продуктивной практики в лучших бюро, в том числе и в зарубежных. И вот интересный вопрос. Как проходит прием иностранных студентов? Прием иностранных студентов имеет некоторые свои особенности. Например, здесь меньше вступительных экзаменов, но у ребят важный этап, что им нужно сдать русский язык. Они сдают русский язык и сдают творческий экзамен. Кроме того, прием документов у них также несколько продлен, ведь во многих других странах у них другой график, когда они выпускаются из школы. Поэтому есть свои нюансы, и прием у нас идет чуть ли не до октября месяца. У них регистрация также через личный кабинет на сайте Казанского федерального университета. С ними еще работает дополнительно наш специальный отдел по работе с иностранными студентами, отдел, который в КФУ существует. Ну и, конечно, у нас есть от института кураторы, поэтому они могут написать, ну даже, например, в Инстаграм нам или в месседж, мы прикрепим к ним кураторов, чтобы помочь. Ведь мы сами понимаем, ну вот даже наши дети с зарубежом будут учиться. Мы будем очень рады, если будет сопровождать какой-то куратор, помогать им адаптироваться, ведь очень тяжело в чужой стране быть. Здесь нет друзей, нет родителей рядом, которых ты видишь каждый день. Поэтому мы максимально, конечно, стараемся помогать, чем можем. А если абитуриент закончил училище в прошлом году, ему нужно задавать ЕГЭ? Нужно посмотреть индивидуально, конечно, какие у него документы. Я думаю, что ЕГЭ здесь будут нужны, но лучше индивидуально проконсультироваться. Ну и есть внутренний экзамен. Внутренний экзамен есть. После училища колледжа проходит внутренний экзамен уже в университете. Возможность такая есть. Да, такая возможность тоже есть. Выбираешь уже свой путь. Ну и, конечно, творческий экзамен. Это самое главное. Ну что ж, на этом наши вопросы закончились. Хотите ли вы что-нибудь сказать, подытожить, может быть? Я бы хотела пожелать успехов. Держайте смелости. И, конечно, про стажировки. Это прекрасная мысль, когда твое обучение сопряжено с практикой. Мы очень рады, что наши преподаватели, они руководители своих собственных бюро творческих. И здесь мы ребятам сможем обеспечить вот такой вот опыт. Мне кажется, это ценно в жизни. Поэтому успехов, удачи. Мы будем рады, если вы к нам поступите, преодолев такой большой конкурс. Семинар Рома? Ну, я бы хотела, наверное, сказать, что это, на мой взгляд, символично, что наш такой прямой эфир совпадает с первым днем лета. Весны еще пока. Сейчас такая погода, да, что уже кажется, что лето. Действительно, сегодня прекрасный день. И я рада была пообщаться вот в таком формате с нашими абитуриентами. И всем желаю найти себя, возможно, с помощью нашего института. Ну, тоже хочу пожелать ребятам готовиться к экзаменам, разрабатывать руку свою, рисовать больше. Мы открыты к общению. Пишите, звоните, узнавайте, если что-то непонятно. Экзамен — это всего лишь некий этап. Не нужно к нему относиться серьезно, но не надо слишком сильно нервничать. Лучше потратите время на свою подготовку. Мы вас всех ждем и готовимся к новому учебному году. Спасибо большое, что вы пришли. А я напоминаю, что это был Инсталайв для абитуриентов. Не пропускайте наши прямые эфиры. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова